В Беларуси существенно упростят процедуры при строительстве жилья. Нововведения затронут как коммерческих застройщиков, так и обычных граждан, которые решат построить частный дом. Например, при прохождении экспертизы проектно-сметной документации на финальной стадии коммерческого строительства объект будет принимать только госстройнадзор без участия других органов. Почти 36 миллионов рублей будет направлено из инновационного фонда на исследовательские работы. В перечень включены Министерство промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольствия, внутренних дел, Национальная академия наук. В планах создания новых технологий, видов наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, организации её серийного выпуска, повышение конкурентоспособности, внедрение разработок в реальный сектор экономики. В День Победы Государственные музеи Беларуси будут работать бесплатно для посетителей. 9 мая пройдёт республиканское культурно-патриотическое мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто». Можно будет проникнуться как постоянными, так и временными экспозициями с сопровождением экскурсовода. Созидать, а не ломать Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на повреждение кустов сирени в общественных местах. Для любителей ароматных веток предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых, а это от 200 до 2000 рублей. Собирать букеты разрешено только владельцам растений. В связи с празднованием Дня Победы в расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения. 9 мая второй автобус будет курсировать по советской Минской социалистической. 4А пойдёт по Урицкого, Бахарова, Пушкина, Дзержинского, Советской. С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте boberlife.by.